Эта безопасность является страна, которая ежедневно нарушает все правила оба вопроса. Как сопротивляться Путину и как Украине добиться победы? Эти вопросы, в частности, обсуждали участники форума «Свободная Россия», который прошел в Вильнюсе. По мнению многих, на третий год войны мир по-прежнему не знает, что нужно сделать, чтобы она закончилась. Это вызов как для мировых политиков, так и для российской оппозиции. Я считаю, что приоритетом для российской оппозиции, то, что фиксируем мы на форуме «Свободная Россия», является, конечно, поддержка ВСУ, поддержка Украины на разных уровнях. Это может быть поддержка армии, это может быть работа в западных инстанциях, с западным сообществом. Я считаю, что победа Украины является базовым обязательным условием для того, чтобы, возможно, в России появился какой-то шанс на перемены. Российская экономика выстояла и переориентировалась на военное производство, а компании научились обходить санкции. Некоторые экономисты считают, вторичные санкции могут обрубить эти каналы поставок, но в целом санкционная политика в отношении России как будто бы больше не играет ту роль, которую ей отводили ранее. Поэтому я думаю, что санкции на сегодняшний день, с моей точки зрения лично, они по сути своей исчерпаны. Западный мир не может себе позволить вводить санкции, которые ему обходят за дороже, чем в России. Полностью исключить Россию как поставщика, энергоносителя и сырья из мировой экономики нельзя. И это как бы минус, который, в общем-то, можно было видеть изначально. Поэтому сейчас мы дошли до какого-то предела, после которого, конечно, основной результат войны будет определяться на фронтах, поставками оружия, координация западных усилий с украинскими усилиями, но не экономикой. Ситуация в Курской области, возможное раздробление России после войны, обо всем об этом тоже публично спорили на форуме. В кулуарах же обсуждали так называемый «Невзлингейт» – переписку бывшего топ-менеджера Юкоса, из которой следует, что он заказал нападение на нескольких сотрудников фонда борьбы с коррупцией, и которое публиковало ФБК. В публикации, правда, регулярно называлась и фамилия Ходорковского, который заявляет, что ни о чем подобном не знал. Конечно, это бросает тень, полагаю, на всех, и даже в Литве это имело серьезный резонанс, понятно, почему. Потому что здесь дислоцируется и ФБК, и ряд проектов, значит, Драковского незлина. Но, вы знаете, форум «Свободная Россия» остался в стороне от этой склоки. Конечно, неприятно все это наблюдать. Я считаю, что та энергия, которая направлена на противостояние друг другу, очень бы пригодилась в поддержке, допустим, российских добровольцев, которые готовятся к очередному зимнему сезону. Форум «Свободная Россия» в самой России признан нежелательной организацией, а несколько его членов и постоянных участников – экстремистами. За участие в этом форуме задержали известного российского диссидента Александра Скобова, который успел посидеть в тюрьме еще в советское время. На днях стало известно, что ему предъявили обвинение еще по двум уголовным статьям.